Катюша на весь мир. Триумф вместо позора. Григорий Игнатов в журналистской правде за 14 января 2020 года. Трудно выразить словами всю ту гамму торжествующего злорадства, которое на полную громкость играет в душе каждого русского человека, когда он узнает про эту новость. В ближайшие два года на крупных международных спортивных соревнованиях вместо гимна России может звучать песня Катюша «А лучше гимн Советского Союза». Все в курсе про знаменитую и любимую фразу Путина про асимметричный ответ. Над ней много потешаются недруги, но даже у самого заклятого русофоба в глубине души живет тоскливая уверенность. О да, эти чертовы русские, если на что и способны совершенно неизменно, так это на асимметричные, непредсказуемые, на грани чуда и абсурда ответы на любой вызов, даже самый просчитанный и неотразимый. Уж чего-чего, а подтверждение этого факта история отсыпала всем так щедро, что многих наш асимметричный ответ просто похоронил. И вот сейчас слушайте историю о поистине шедевральном ответе на антироссийское давление. Таком ответе, которому позавидуют любые мастера политического айкидо, когда агрессивное действие противника в итоге отзывается для него самого десятикратной болью. Долго и сложно, провернув допинговый заговор, коллективный Запад российским спортсменам запретил выступать под собственными национальными символами, флагом и гимном на международных соревнованиях. Думали, что унизили. Все будут идти как нормальные люди, а вы изгои, как бедные родственники, как сиротинушки. Такой вот будет апартеид 21 века. И вот наши придумали ответ поистине гениальный. Нельзя гимн России? Окей, есть вариант получше. Да, простите за такое на грани кощунства утверждения, но если бы это не было правдой, то такое следовало бы выдумать. Вот эту идею с Катюшей. Гимн – это, конечно, хорошо. Но что такое гимн? Это символ во многом формальный. Давайте предельно откровенно. Спортсмены многих стран явно в глубине души хотели бы идти под музыку, которую знает и любит весь мир. Да, именно их национальную музыку, но не гимн, а какую-то другую. Более узнаваемую, более заводную, более качающую. Профессиональным боксерам такое можно, а олимпийцам-любителям, увы, нет. Чтобы, когда ее услышат трибуны, они бы подхватывали сами собой на автомате, инстинктивно, без политических различий. Чтобы только первые аккорды прозвучали, и все бы на трибунах встали на уши. И есть одна такая русская, советская песня, которую знает и любит абсолютно весь мир. Вот правда, это такой символ России, который перекрывает даже гениальное творение Михалкова и Александрова. Это именно песня «Катюша». Сказать, что ее знают во всем мире, легко, но вы, возможно, не совсем в это поверите, сочтете пафосным преувеличением. Что ж, тогда наслаждайтесь вместе с миллионами людей из всех стран мира. Вот версия из суперпопулярного японского аниме. Аниме, извините. Ссылочка, как всегда, на статью в описании под видео. Перейдите и сами посмотрите со звуком видео. Такое надо только со звуком смотреть, поверьте. На ютубе столько перезаливов и вариантов клипа на этот фрагмент, что можно со счету сбиться. И у каждого столько просмотров, что в сумме точно наберется несколько десятков миллионов. Их делают и заливают люди абсолютно из всех стран мира, без политических различий. Да и сами японцы, прямо скажем, не самые большие русофилы. А вот поди ж ты, какое признание в любви. И вы, конечно же, обратили внимание, как видео верно передает акцент песни на том, что русские Катюши это такие суровые девушки, что вломят кому угодно. Песня как в лирическое, но одновременно дико милитаристское. И месседж войны не хотим, но к отпору готовы. Он ох как к месту будет там, где нас пытаются унизить. Ладно, что с них взять, с японцев. Народ чудаковатый, неземной. Как насчет англоязычной аудитории. Найте вот еще одно видео. И эта аудитория песню дико котирует. И вообще, вот вам версия на 15 языках. От финского до иврита. Так что трибуны будут подпевать. Поверьте, никому не будут, а нам будут. В едином порыве и от чистого сердца. Но, как уже было сказано выше, у песни есть и очень отчетливый боевой пафос. И болельщики из России будут петь его с теми чувствами, с тем же намеком. С какими пели вот эти парни. Наши футбольные фанаты в Марселе в 2016 году. Кто со мной был в то время на стримах. Мы онлайн это слушали, смотрели и тоже подпевали. А через совсем немного минут, зарядив себя Катюшей, Они дадут знатных люлей своим английским оппонентам. Катюша она такая. Так что враги замышляли позор, а мы его превратили в триумф. Мы это умеем. Григорий Игнатов. Катюша на весь мир. Триумф вместо позора.